Всем привет! Меня зовут Ксения и перед просмотром данного видео я вам очень сильно рекомендую поставить на паузу, сходить взять тетрадочку, ручечку, потому что будет очень важная, очень ценная, очень интересная информация, которая вам обязательно пригодится, если вы, конечно, планируете шагать в сторону успешного трейдинга и если вы планируете зарабатывать на трейдинге. Сегодня я хочу вам рассказать, как я использую 8 сильных паттернов, как я открываюсь и в принципе не буду тянуть, только скажу одно. Сегодня уже открыла чат трейдеров, мы уже общаемся, отвечаю вот тут на вопросики, будем общаться и о мотивации, о мышлении, о трейдинге, о стратегиях. Для попадания в чаты нужно будет зарегистрироваться по моей ссылочке, никаких пополнений, просто регистрация. Пишите мне, короче, в телеграме, ссылка в описании. И все, не буду тянуть, давайте перейдем уже к сути видео. Я еще раз повторюсь, это сугубо мое мнение, я так использую эти свечные паттерны. Если какой-то из трейдеров делает по-другому, то это его право. Первый паттерн – молот. Встречается на самом деле не так часто, как хотелось бы, но отрабатывает в большинстве случаев. Ситуация в том, что молот у нас встречается только при нисходящем тренде. Вот, у нас идет, идет, идет нисходящий тренд, дальше у нас встречается вот такая свеча, сейчас объясню, как она должна выглядеть, и тренд меняется, мы открываемся на повышение. И есть также у молота брат-близнец, но который пошел немножко по другой дорожке, повешенный. И он как раз-таки меняет восходящий тренд на нисходящий. Суть вот данной свечи в том, что маленькая тельца и большая тень вниз. Правило. Вот это тельце должно быть менее вот этой тени в два, а лучше в три раза. Цвет, в принципе, этих свечей абсолютно не важен. Он может быть и зеленый, может быть и красный. И тут есть разные варианты, где открываться. Я открываюсь на последних секундах формирования этой свечи. То есть я вижу, что до этой свечи там буквально три секунды осталось, я открываю сделку. Про take profit и stop loss я буду рассказывать уже подробно в курсе. То есть где ставить эти уровни, где фиксировать прибыль. Я вам просто рассказываю, где я открываюсь. Вот я вижу там пять, четыре, три. Все, свеча сейчас сменится. И уже, если я вижу, что все, молот сформировался, я открываюсь здесь на повышение, повешенный на понижение. И на графике это может выглядеть примерно так. Смотрите. Вот он нисходящий тренд. Вот такое маленькое тельце. Огромнейшая просто тень. Примечание такое, что вот эта вот тень, она может быть, но если совсем прям милипипсик. То есть если у нас есть тень сверху, то прям малюсенькая такая и все. Вот здесь вот у нас такой нисходящий трендик. Молот, хоть и тень маловато, но за уши можно притянуть. И вот, если бы я здесь открылась на повышение, я бы могла зафиксироваться здесь. Все, в общем, зависит от еще таймфрейма свечей. Ладно, шагаем дальше. У этой парочки есть абсолютная противоположность. Перевернутый молот. Та же самая свеча, только с тенью огромный наверх. Перевернутый молот у нас меняет нисходящий тренд на восходящий. Обязательно вы должны видеть трендовое движение. И падающая звезда меняет восходящий тренд на нисходящий. Вот такая парочка у нас получается. И правило, в принципе, то же самое. Идет, идет, идет трендик. Видим вот эту свечу. Остается несколько секунд до конца формирования этой свечи. Открываемся здесь на повышение, здесь на понижение. Как это может выглядеть? Кстати, вот еще раз молот у нас есть. Такое, ну, правда, здесь очень слабое движение такое нисходящее. Ну, опять же, за уши. И то только из-за того, что слишком большая вот эта тень. Ой, видите, уже какое сообщение, пока я это видео снимаю, подряд приходит, что хотят в чат. Надо сейчас закончить снимать, всем отвечу. И здесь, тером-пэром-растопыры, идет такое восходящее движение у нас. Формируется вот такая вот свеча, вот такое тело, огромная тень. И тренд меняется. Если бы мы с вами открывались в конце формирования вот этой свечи, все было бы чики-пи-бару. Пятый свечной паттерн. Бычье поглощение. Кстати, встречается очень часто так же, как и медвежье поглощение. В чем их особенность? Бычье поглощение сменяет нисходящий тренд. То есть так же, цена такая, бах-бах-бах-бах-бах вниз. Далее мы видим вот такую вот формацию, вот такую вот ситуацию. И можем сделать вывод, что будет меняться этот тренд. С медвежьим то же самое. Тренд такой восходящий. Видим вот эту ситуацию. В чем же состоит эта ситуация? Посмотрите. Вот шел у нас восходящий тренд. Тут у нас зелененькая такая свеча. После нее образовывается красненькая свеча, которая как бы кушает ее. Которая больше и тела, и тени. Вот она прям схавала просто эту свечу. И такая тык-дык-дык-дык-дык вниз. И то же самое с бычьим поглощением. Шел нисходящий тренд. Сформировалась вот эта вот последненькая красненькая свеча. Следующая уже формируется ого-го какая зеленая, которая прям не то что схавала. Она прям понюхать не успела. У нее уже вот эта штука в желудке лежит. И тренд поменялся. Причем чем больше она, чем вот эта свеча, тем больше шансов, что ситуация покажет себя хорошо и отработает. То есть если вы видите, что вот эта свеча будет там, не знаю, вот в два раза меньше, чем вот эта еще. И вот эта там в два раза больше. Все, сразу можете смело открываться на повышение. А, да. Открываюсь я также в конце вот этой вот свечи. Когда вижу, что она уже сформировалась, там считанные секунды остаются. Но это, опять же, это мой взгляд. Я акцентирую на этом внимание, потому что это очень важно. Как это может выглядеть на графике? У нас вот такое вот восходящее движение. Дальше вот такая вот маленькая свечечка. Такая вот большая красненькая, черненькая точнее свечечка. И трендик меняется. И заключительная пара паттернов на сегодня. Она уникальна немножко из всех приведенных сегодня тем, что она может быть и продолжающий тренд, и меняющий тренд. Но мы же с вами рассматриваем вариант меняющий тренд. Три белых солдата и противоположность три черных ворона. Три белых солдата это, так скажем, усиливающий сигнал к восходящему тренду. Я же это рассматриваю как вот здесь вот у нас уровень проведен, уровень поддержки. Цена шла вниз. Потом у нас сформировались вот эти три солдатика. И мы с вами открываемся на повышение в конце формирования вот этой свечи. И также тут, вот здесь представляем уровень. Цена такая идет, 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 идет. Бьется об этот уровень. Формируются вот так у нас три свечи. И она ба-бах вниз. Некоторые же используют данную формацию как продолжение тренда. То есть идет вот нисходящий тренд. Сформировались вот такие три свечи. И типа значит цена еще дальше пойдет. Да, с одной стороны можно так использовать. Честно, я такое не практикую. Но планирую когда-нибудь попробовать. Все же я больше доверяю свечной паттерн плюс уровень. Но об этом я вам скажу чуть-чуть попозже. Какие же правила у нас у данной парочки? Тела второй и третьей свечи должны быть примерно одинакового размера. То есть вот эти две свечи должны быть примерно одинаковые. И не должно быть теней. В идеале. В идеале их прям вообще не должно быть. Поэтому если вы ищете прям максимально сильный, максимально верняковый вход, тогда ждите ситуации, чтобы не было теней. Если вы допускаете риск, если вы прям не хотите выжидать, то можете допустить маленькие тени. Кстати, забыла. Извините, забыла очень важную вещь вам сказать. Каждая свеча должна открываться внутри предыдущей. То есть вот у нас первая. Это должна открыться здесь. Просто внутри, короче. Ба-бах. Вот она, ну, сформированная свеча. И вот эта также у нас открывается в пределах прошлой. Это очень важно. Как это может выглядеть на графике? Посмотрите. Раз свеча. Два. Причем можно заметить вот маленькую тень. И можем понять, что открылась она в пределах вот этой свечи. Два свеча. Три свеча. Вторая, третья свечи. Примерно одинаковые. Тут ситуация у нас повторяется. Кстати, вот эта вот ситуация, она, на мой взгляд, самая сильная. Ну, тут, конечно, тоже я могу где-то увидеть, что здесь действительно есть уровень. Вот так его можно провести. Но здесь прям вот видно четкий уровень сопротивления. И опять же, такое восходящее движение. От уровня сопротивления у нас три черных вороны. И цена идет вниз. Вот здесь, блин, три белых солдата. За уши прям тоже можно притянуть также уровень поддержки у нас. Ладно. А вот здесь ситуация уже, смотрите, на пробитие уровня. К сожалению, мы не знаем, как дальше развернулась эта ситуация. Но вот такое я пропускаю. То есть, да, паттерн сформирован. Здесь у нас уровень, уровень поддержки. И многие торгуют на пробитие. Но есть теория, что если посмотреть на другом таймфрейме или на графике не свечном, мы увидим три индейца. А это как раз-таки сигнал к тому, что не может быть здесь продолжение тренда. Ну, вот такое вот противоречие идет. Поэтому вот, я говорю, что для меня вот эта ситуация, она прям идеалити. И очень-очень важно, чтобы увеличить максимально прям процент проходимости, максимально, чтобы отрабатывали данные формации, чтобы прям выжимать максимум, у вас помимо паттерна должен быть еще уровень, как я вам уже говорила. То есть, если у вас меняется тренд, то он должен меняться от уровня. Если просто где-то посередине графика, в середине ценового коридора, бах-бах, там свеча образовалась. Нет, мы такие ситуации пропускаем. Наша цель – минимизировать риски и увеличить проходимость. В принципе, вроде бы все. Постаралась вам объяснить как можно подробнее, как это понимаю я, как делаю я. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх. Жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока!